Музыка Уважаемые братья, дорогие сестры! Добрый день! Стал богобоязненным. Сколько бы человек не стремился, сколько бы он в личном плане не воздавал хвалу Аллаху, если Аллах то, что ему дал из здоровья, из его имущества, из его способностей, если он не будет эту часть использовать во благо и для получения довольствия Аллаха Субханагума Тааля, этот человек никогда не достигнет высшей стадии, которым Аллах наделил своих любимых рабов. И по жизни мы видим, когда человек имеет богатство, когда человек имеет хорошее здоровье, он развивается, здоровье укрепляется тогда, когда это здоровье приносит благо другим, когда Аллах Субханагума Тааля наделил человека какими-то качествами, то ли говорить, то ли писать, то ли что-то зарабатывать, то ли что-то открывать, только в процессе того, что вот эти деяния, они приносят пользу, это деяние приносит человеку тоже пользу. Если Аллах Субханагума Тааля дал материальное благо кому-то, если человек из нее не расходует, то мы видим, в принципе, сегодня открытый мир. Этот человек, по большому счету, даже здесь он банкрот. Но что же есть благотворительность в исламе? Прежде всего, хочу напомнить аят в Священном Куране, где Аллах Субханагума Тааля говорит во второй суре Курана «Астаэзу биллахи дзаликя лкитабу ла райба фиги гудаллил муттақин». Это книга, книга Аллаха, последнее его откровение, в этом нет никакого сомнения. «Гудаллил муттақин» – это книга, руководство для богобоязненных, для благочестивых людей. Естественно, вопрос возникает, в чем выражается благочестие человека, каким образом достигается или какие есть аппетиты, ссыфаты, благочестивых, благочестивых, богобоязненных людей. И сам Создатель дает ответ, астаэзу биллах. «Алладзина юғминуна билғайби ва юқымуна салата, ва мимма разакнахум юнфикун». Благочестивые или богобоязненные люди – это те, кто верует в сокровенные, тайные, кто выстаивает. Юқымун, некоторые муфасиры этот глагол трактуют, не выстаивают, а поднимают. Шейх Аль-Маадуды, рахимахуллах, говорит так, относительно этого слова. Он говорит, что каждый мусульманин выстаивать должен намаз, но не каждый мусульманин является муттақином. Он говорит, что тот, кто поднимает намаз, кто способствует тому, чтобы люди благодарили, создавали условия для благодарности своему Создателю. и благочестивые и богобоязненные те, которые расходуют из того, чем мы наделили, говорит Аллах Субанахуа Таалам. Это условия. Багобоязненные те, кто верует, неспасанные тебе, Мухаммад, салли Аллаху алейху вассалам, священное писание, как руководство для людей. И неспасанные до тебя. Алхамду лилля, мы веруем во все небесные книги, веруем, что Тора была неспасана Аллахом Субханахуа Таалам, Моисеем, Муусеем, алейху салату вассалам. Что инжил был неспасан Иисусу, алейху салату вассалам. И завершением в этой прияди божественных книг Аллах неспасал свое последнее откровение Ал-Куран последнему посланнику, своему посреднику, пророку Мухаммаду, салли Аллаху алейху вассалам. И Аллах Субханахуа Таалам говорит об этих людях, потому что на самом деле в этих нескольких аятах заложена в принципе вся суть человеческого бытия, человеческой цивилизации. Под этими аятами можно писать десятки, сотни том книг для того, чтобы человек в конкретизированной форме мог бы руководствоваться и жить. И Аллах говорит, «Уля-ика-аля-худаммир-раббихим, ва-уля-ика-хуму-ль-муфлихун». Они на прямом пути их Господы, и они достигшие успеха, обретшие блаженство в жизни вечной, иншаллах. Что же есть на самом деле садака в исламе? Садака в исламе представляет не просто помощь нуждающимся, это прежде всего награда и помощь тому, кто ее совершает. Вот это принципиальный, главный вопрос именно в сознании, понимании исламского слова, термина, что есть садака. Когда мы что-то делаем, мы должны понимать, что мы не делаем одолжение кому-то. Мы должны воспринимать, что это то, посредством которому мы сами себе хотим помочь. Помощь тому, кто совершает ее, награда которого возвращается посредством совершения благих дел другим людям. Расходует из того, чем наделили Аллах, потому что у нас своего ничего нет. Это относительно аята, где Аллах говорит о том, чем мы наделили. В этом мире нет ни одного человека. В Солнечной системе нет ни одного творения. Во Вселенной нет ни одного объекта, ни одной галактики, который бы сам по себе создался и сам бы по себе подпитывал себя. Все, что мы имеем, все, что мы видим, все, что есть, все, что создано, сотворено, оно сотворено, создано, данное одним единственным Аллахом Субханаху Ата'аля. Поэтому мы и говорим, что Аллах единственный, достоин того, чтобы поклонялись. То есть Аллах единственный достоин, которому мы хотим, если быть верующими, должны стремиться во многократнее мыслимо любить Аллаха больше детей своих, людей своих, родителей своих, всего этого мира. Хадис в Кудсуи, пророк Салли Аллаху Алейхи Ва Салям говорит, каждое деяние сынов Адама для себя, кроме поста. Все, что мы делаем в этой жизни, как мы поступаем по отношению к своим близким, к своим братьям, хорошее или плохое, дай Аллаху Субханаху Ата'аля, важнейший принцип Кадара, один из важнейших составляющих вероубеждений нашего имана, чтобы Аллах Субханаху Ата'аля дал нам не просто понимание словесное, чтобы Аллах Субханаху Ата'аля дал нам осознание вот этого, что в этой жизни мы, люди, творим, делаем все только и только и только для себя, и потом только какой-то ноль целых, ноль каких-то процентов для остальных, кому это деяние обращено. Это очень важно для нас понять. Во всех сферах, во взаимоотношениях с родителями, с детьми, друг другом. Я, допустим, для себя нисколько не сомневаюсь, что сегодня действительно мы испытываем серьезный, сильно кризис, кризис моральный, потому что наши слова бесконтрольны, наши декларации о братстве, о дружбе, о чем-то, зачастую пахнет лицемерием. Мы говорим, мы провозглашаем, но не всегда стремимся делать это. И Аллах Субханаху Ата'аля на самом деле дает, дает нам прежде всего, потому что в итоге любое плохое деяние это ущерб, это ущерб тому, кто ее делает. Или кто об этом говорит. благотворительность является составной частью человеческой сущности. Аллах Субханаху Ата'аля в Священном Коране говорит, «И пусть не считают те, которые скупятся на милости, дарованной им Аллахом, что это лучшее для них». Аллах говорит, нет, это худшее для них. В судный день, день отчета, я умрю кияма, Аллах Субханаху Ата'аля в этом аяте говорит, что обязательно закуют их вошейники из того, чем они скупились. И Аллаху принадлежит наследие небес и земли. И Аллах ведает о том, что вы творите. Относительно заката Аллах Субханаху Ата'аля в Священном Коране говорит, «Астагиду биллах, худ мин амвалихим садақатан ютаввирухум ва юзаккихим бигам». Чтобы мы в этом общем контексте амалюль хайрия которые включили в том числе и закат, понимали от остального, что закат в отличие от того, о чем мы выше говорили, является недобровольным. То есть, если мы, вот, к примеру, вот мы, каждый из нас, я уверен, если мы даем нуждающуюся или помощь, или говорим хорошее слово, или оказываем какую-то поддержку. Вот, мы, я думаю, что понимаем. Оказывая помощь, я понимаю для себя. Иншаллах, посредством дуа Аллах Субханаху Ата'аля, надеюсь, убережет от бед себя, близких моих. Когда мы говорим о сиротах, прежде всего, я уверен, во всяком случае, я говорю о себе, в моем сознании, чтобы Аллах Субханаху Ата'аля не сделал моих детей, моих внуков, моих, мое потомство, чтобы они не оставались сиротами, потому что понимаю, что вот то, что маленькое делается, это делается для себя. И потом уже мы облегчаем участь или делаем приятное этим людям. Но основа, фундамент, это мы сами. А вот относительно закята, это совершенно другое. Потому что Аллах Субханаху Ата'аля, когда человеку, обладающий разумом, здоровьем, возможностями, он не каждому ее дал. И поэтому те, кто имеет больше возможностей, чем основная масса людей, кто имеет больше возможностей зарабатывать деньги, кто имеет больше социальный статус, кому Аллах Субханаху Ата'аля дал щедрость, кому Аллах Субханаху Ата'аля дал доброту, кому Аллах дал физическую силу, должны понимать, что у этих людей на порядок больше ответственности и потребности благодарности своему Создателю, потому что Аллах этим людям дал больше. И относительно имущества, относительно закята, Аллах обусловил сохранение этого имущества. Ощущение имущества одним Аллах Субханаху Ата'аля выделил определенную часть для себя. Два с половиной процента в денежном эквиваленте и десять процентов от урожая это доля Аллаха и оно никому не может принадлежать тот, кто ее покушается. Он покушается на долю, на величие, на мощь Аллаха, который безусловно потерпит поражение. И Аллах Субханаху Ата'аля в этом цитированном Коране, аяте, говорит «Возьми с их имущества и их милостыню, которую ты очистишь и оправдаешь их». Всевышний также в Священном Коране говорит «А те, которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути, Аллаха, обрадуя их мучительным наказанием в тот день, когда в огне гиены будут, будет это разожжено и будут заклемены этим их лбы и бока, их хребты. Это то, что вы сберегли для самих себя. Вкусите же то, что вы сберегали». Пророк Мухаммад саллиллаху алейхи в своем хадисе и изречении сказал «В день воскрешения богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закят, предстанет перед ним в образе плешивого ядовитого змея с двумя черными пятнами на глазах, который обобьется вокруг него, вопьется ему в щеки и скажет «Я Твое Божество, Я Твое сокровенное». А потом Пророк саллиллаху алейхи ва саллиллаху прочитал аят, который я процитировал в переводе смыслов. Аллах саллиллаху алейхи эту религию дал, я напоминаю для себя и для тех, кто слушает. Аллах не нуждается ни в чем, но Аллах милостиво дал эту религию для того, чтобы мы регулировали свой внутренний мир, как мы посредством тренировок регулируем свое физическое здоровье и состояние телесное. И Аллах саллиллаху алейхи религию дал для того, чтобы сообщество людей, цивилизация человеческая, она жила не по тем законам, которые человек придумывает на основе своих эмоций, своих желаний, своих страстей, своих мыслей, потому что эту конструкцию выработал, показал только лишь тот, кто сам является творцом и создателем всего этого. Пусть Аллах даёт нам понимание религии. Пусть Аллах укрепит наши убеждения, наш иман, иншаллах. Именно для укрепления имана мы в том числе собираемся на пятничный намаз. Для этого мы надеемся, потому что если мы не будем освобождены от грехов, мы не сможем вот то, что мы считаем, то, что мы услышали или слышим, не сможем воспринять мы сможем услышать, зайти в одно ухо и выйти с другого. Но когда человек просит прощения Аллах тем самым он даёт человеку возможность услышанное, увиденное, просчитанное не просто где-то через пролет пропустить, а ставить сердце человека. не просто оцепиться, Натали